Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши регулярные выпуски рубрики «Камчатка день за днём». В выпусках этой рубрики я на основании старых документов и старых газет, в основном советского периода, рассказываю о том, как жил полуостров в разные годы века минувшего. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем о том, что происходило на Камчатке с 17 по 24 день декабря в разные годы, как я уже сказал, минувшего века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим чтениям. 17 день декабря. 1948 год. Главная газета «Полуострова», «Камчатская правда» в статье с длинным названием «В Карягском округе плохо руководят культурно-просветительными учреждениями» Отчитывается, что в этом году, то есть в 1948 году, культурно-просветительные учреждения округа проделали большую работу в клубах, домах культуры и избах-читальнях. Прочетаны 453 доклада и лекции на политические, научно-просветительные и международные темы. Особенно большую работу провела Кенкильская изба-читальня, заведующий товарищ Чмагин. А почему же плохо руководят? А вот эта интрига ждет вас, если вы перейдете по ссылке в описании на мой одноименный канал сервиса Яндекс.Зен. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым». Там вы увидите полные версии всех используемых мною выпусках «Камчатка день за днем», газетных публикаций и документов. А наша машина времени движется дальше по прошлому веку. 18 день декабря 1919 год. Газета «Камчатский вестник» в рубрике «Хроника» сообщает, что в воскресенье 14 декабря в Петропавловском соборе во время литургии епископом Камчатским и Петропавловским Нестором награждены за усердную и полезную службу церкви настоятель собора священник Михаил Ерохин наперстным золотым крестом, священник Тимофей Бучинской с куфьею, псаломщик Константин Гарднер возведен в чин диакона и диакон Емельян с Боржевецкой награжден протодиаконским оралем. Обратите внимание, что сейчас епархия называется Петропавловская и Камчатская. Тогда она называлась Камчатская и Петропавловская. Ну, мы продолжаем наши чтения. 19 декабря 1968 года. Опять-таки газета «Камчатская правда» пишет о капитанском часе во дворце рыбаков. Большой зал и сцену дворца культуры рыбаков, пишет газета, заполнили представители экипажей судов, досрочно выпавши, лнивших годовой план добычи рыбы, рыбацкие семьи, молодежь. Здесь, на торжественном капитанском часе, капитаны судов рупортовали от трудовых успехов труженика в море, рассказывали о лучших людях от Аморской экспедиции. Зрительный зал словно превратился в океан, откуда радиоволны доносят к нам родные голоса, с гордостью и радостью сообщающие о трудовых победах. Газета «Камчатская листок» в рубрике «Хроники» пишет, что за последние дни в городе то там, то сям упражняются в стрельбе граждане, стреляя в ворон из ружей основательного калибра. Нельзя ли, граждан, предупредить о том, что на этот счет имеется закон, воспрещающий стрельбу в городе, а в особенности днем? Ведь так недолго и до беды. В том же номере газеты, в той же «Хронике» пишется, что в субботу, 9 декабря утром, часовой местной команды, стоя на посту у порохового погреба, по-видимому, желая обогреться, засрал в рядом стоящий старый пороховой погреб. В тот момент, когда солдат вошел, получился взрыв старого пороха. От взрыва пострадал часовой. Узнаем, что происходило на полуострове дальше. Тот же самый день, 20 декабря 1917 года, Камчатская областная продовольственная управа сообщает, что Камчатский областной продовольственный комитет на своем заседании в этот самый день, 20 декабря 1917 года, постановил первое разрешить местным кондитерским выпечку кондитерских изделий на время праздников с 24 декабря по 7 января 1918 года. Второе. Выдать гражданам к празднику Рождества Христова единовременные добавочные карточки на сахар по 4 фунта на одно лицо. Для тех, кто не знает, а вы наверняка этого не знаете, откуда же вам знать? Вы ленивые и нелюбопытные. Расскажу, что фунт это чуть-чуть больше четырех сотен граммов. 21 день декабря 1949 года. В этот день исполнилось 70 лет кровавому русарезу Иосифу Джугашвили. Фу! Фу! Газета «Камчатская правда» не могла не отметить это. «Сталин. Солнце нашей жизни». Так называется письмо Полины Протенцевской студентки фельдшерской школы. Своё подобострастное, унизительное письмо Полина заканчивает следующим пассажем. «У меня есть заветная мечта. Хочу побывать в Москве. Хочу с Красной площади посмотреть на Кремль, откуда льется лучезарный свет на всю мою страну. Ведь в Кремле, пишет Полина, живет и трудится на благо людей всех народов наш родной и любимый товарищ Сталин. «Солнце нашей жизни». Фу! Тьфу на тебя! Я верю, знаю, что моя мечта осуществится. Дуже ты сраная! Этот самый день, эта самая газета. Заведующий отделом кадров и оргработы Усть-Большерецкого райкома ВЛКСМ Фу! Фу! Мирошниченко пишет, что комсомольцы артели имени 18-го партсъезда Усть-Большерецкого района решили к 70-летию любимого вождя и учителя Сталина провести электрическое освещение во все дома колхозников, дать электрический свет районному центру. Упорно трудились молодые патриоты, пишет завод делом комсомольского капища, чтобы сдержать свое слово. Сегодня в радостный день, когда народы мира славят своего вождя и учителя. В домах колхозников и в большей части домов жителей районного центра зажглись яркие электрические огни. Символ нашей счастливой и светлой жизни, построенной под руководством великого Сталина. Еще раз! Фу! Фу, ну-ка, еще раз! Продолжаем наше путешествие по годам минувшим. 22 декабря 1944 года Камчатская правда пишет. Не проходит ни одного дня, чтобы старый охотник Антон Никифоров провел дома. Днем и ночью ходит он по тайге, осматривает капканы, ставит новые. Он уже сдал на заготовительный пункт 14 лисиц. В Карякском округе это рекордный показатель. Я еще раз напомню, что с полными текстами документов и газетных публикаций можно познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Зен. Одноименном этому канал, так и называется Камчатка с Александром Петровым. И найти мой канал можно по ссылке в описании под роликом. Продолжаем. Наши блуждания по годам минувшим. 23 декабря 1959 года и снова главная газета полуострова Камчатская правда пишет. Неузнаваемо изменился за прошедший год поселок бывшего подсобного хозяйства жестяно-баношной фабрики. Там, где вчера стояло лишь несколько домиков да небольшая ферма, раскинулась центральная усадьба Абачинского зверосовхоза. Дальше газета рассказывает, на какие газеты и журналы подписались жители поселка Нового. Так сейчас называется этот населенный пункт в Елизовском районе, расположенный на 16-м километре. Кстати, в юрисдикции этого самого поселка, этой самой сельской администрации, находится и поселок Красный, который находится на 20-м километре той же самой старой трассы Петропавловский-Елизово. Но это не точно. Вы уж извините меня за тавтологию, за повтор слова. Находится. И чтобы это досадное впечатление от моей косметичной речи как-то сгладилось, я продолжу свое чтение. 24-й день декабря 1937 год. В этот день были опубликованы правила добровольного страхования ездовых собак. Процитируйте правило. Первое. Ездовые собаки страхуются в добровольном порядке в зависимости от их физического состояния в возрасте от 1 года до 5 лет. Второе. К страхованию принимаются ездовые собаки от всех профсоюзных, общественных и кооперативных организаций, колхозов, колхозников, единоличников и от частных владельцев. Третье. Ездовые собаки принимаются к страхованию не свыше 75% от установленной их стоимости и от этой суммы взимается страховой тариф в размере 10%. Пример. Если собака оценена в 200 рублей, то страхуется на 75% в этой сумме, то есть 150 рублей. И страховой тариф в размере 10% от этой суммы будет 15 рублей. Четвертое. Страхование собак в селениях устанавливает комиссия во время страхования. Комиссия должна состоять из двух опытных собаководов данного селения и председателя сельсовета или колхоза. Это точно. Сегодня я рассказал вам, а вы узнали, что творилось на Камчатке с 17 по 24 декабря в разные годы века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится регулярно узнавать о том, какие свинцовые мерзости творились на полуострове в 20 веке. А если вы абрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Выполните то, что она вам рекомендует. Выполнили? Молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова